МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рязани официально стартовал год семьи. Торжественное открытие прошло в муниципальном культурном центре. Семейный марафон включил в себя серию лекций, танцы, мастер-классы и спортивные мероприятия. Подробности далее. ПЕСНЯ Год семьи в Рязани стартовал в МКЦ танцевально-песенной программой. Среди зрителей те, кто свято чтит семейные традиции, одна из которых считает семью основой государства и благосостояния общества. Рязанцев с праздником поздравил глава администрации нашего города Виталий Артемов. Я хотел бы всех поздравить с Годом Семьи, потому что семья – это, наверное, самое главное, это основа основ. Наша страна – это наша семья, наш город – это наша семья. Семья каждого здесь сидящего – это своя страна, где есть любовь, взаимопонимание, дружба, забота о старшем поколении, уважение к младшим. Россия – это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова также произнесла теплые пожелания со сцены муниципального культурного центра. И сегодня, открывая Год Семьи в городе Рязани, хотелось бы пожелать всем чуткости друг к другу, радости каждодневной, успехов, умения радоваться малейшим успехам друг к другу. И, конечно же, основа всего – это любовь. После официальной части детей и их родители ждали интерактивные локации. Мастер-класс по росписи глиняной игрушки, плетение тряпичных кукол-оберегов, изготовление добрых открыток и поделок из фетра. На площадках творческого клуба каждый смог попробовать себя в разных видах декоративно-прикладного искусства. А еще гостей мероприятия повсюду сопровождали ожившие персонажи из детских сказок, придавая празднику по-настоящему волшебную атмосферу. Для ценителей изобразительного искусства в семейной гостиной развернулась графическая выставка необыкновенных произведений графики Игоря Сенченко. Здесь же поговорили о семейных ценностях и традициях. Прежде всего, наверное, уважать друг друга, слушать и любить, наверное. Но это же самое главное. Чтобы все вокруг любили, друг друга уважали, помогали в сложной ситуации и делились со всем, если у кого-то что-то не хватает. Любовь, чтобы все друг друга любили, понимание, взаимно, все, что было. На празднике рассказали о грядущих проектах. 2024-й обещает стать плодотворным на тему семейных мероприятий как на федеральном, так и на региональном уровне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Почти 1300 семей Рязанской области получили в прошлом году единовременное пособие по рождению ребенка. Общая сумма – более 102 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном отделении социального фонда. Размер пособия с 1 февраля увеличен, теперь это 24 604 рубля. Для того, чтобы получить эти деньги, работающие родители должны обратиться в свою организацию. Срок выплаты – 10 рабочих дней со дня поступления в фонд необходимой информации. Неработающие родители для оформления пособия в течение полугода с даты рождения ребенка могут подать заявление через портал госуслуг, лично в клиентских службах отделения социального фонда по Рязанской области или в МФЦ. Пособия предоставляют всем рязанским семьям, независимо от уровня дохода, и выплачивают на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители. И еще об одной выплате. Правительство Рязанской области перечисляет 50 тысяч рублей родителям, чьи дети до 18 лет получили увечья на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, либо территории, прилегающей к районам проведения СВО. Соответствующий проект об адресной материальной помощи опубликован на сайте регионального правительства. Кроме того, единовременную денежную выплату власти предоставят членам семей погибших участников специальной военной операции, независимо от их места регистрации. Это решение принято во исполнение перечня поручений президента России. У торгового центра «Круиз» до 17 февраля включительно выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Партнер информационной программы «День города» – самые вкусные и свежие морепродукты, прямиком с Дальнего Востока. Как показывает практика, общение с мошенниками не всегда заканчивается хорошо. Но в этот раз аферисты остались ни с чем. В одном случае кражу средств удалось раскрыть, в другом – остановить. Более подробно расскажем далее. Произошло все в одном из торговых центров города. Страж порядка обратил внимание, что к банкомату подошел пенсионер. Он был взволнован и с кем-то разговаривал по телефону. Это и насторожило полицейского. Оказалось, не зря. Вскоре пожилой мужчина достал из кармана крупную сумму денег и стал вводить данные счета. Представившись, сотрудник попросил гражданина прервать телефонный разговор и поинтересовался, с кем он общается. Как выяснилось, на телефон пенсионеру пришло сообщение якобы от его внука, что нужно по серьезному вопросу связаться с представителями правоохранительных органов. Мужчина позвонил по указанному номеру, и собеседник запугал его тем, что неизвестные покушаются на его финансы и нужно перевести имеющиеся у него денежные средства на резервный счет. В итоге рязанец пришел к банкомату, чтобы перевести по указанным реквизитам 1 миллион рублей. Бдительный полицейский разъяснил пенсионеру всю опасность ситуации. И только в этот самый момент пенсионер осознал, что имел дело с телефонными мошенниками. Закончилась эта история хорошо. Мужчина поблагодарил полицейского за то, что крупную сумму удалось сохранить. А вот в следующей истории помощь полицейских понадобилась уже после пропажи средств. В полицию обратился 41-летний житель рабочего поселка Чучково и сообщил, что с его банковского счета пропали 150 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что уезжал из Рязанской области на заработки и оставил банковскую карту, на которую начисляли зарплату соседке. Мужчина в хороших отношениях с этой местной жительницей и оставил ей банковскую карту, чтобы случайно не потерять. Периодически по обращению эта женщина пересылала соседу необходимые суммы денег. Когда житель поселка вернулся с заработков, то через пару дней обнаружил пропажу со счета 150 тысяч рублей. При этом банковская карта оставалась у соседки. Но и здесь не обошлось без чудес. Оказалось, что соседка уже обращалась в полицию с заявлением о пропаже этой самой карты. Дескать, хранила она ее в тумбочке, после карта пропала, а через пару часов оказалась в кошельке этой самой дамы. Полицейским этому метаморфозу удалось распутать довольно легко. Оказалось, что виновница – потруга этой самой соседки. Уличив момент, она украла карту с пин-кодом. Деньги в 150 тысяч сняла, а карточку затем вернула на место. Часть суммы женщина потратила на бытовую технику и смартфоны. Естественно, все это изъяли. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Рязанские волонтеры продолжают помогать нашим бойцам на СВО. В этот раз подключились еще ребята с Кораблино. Парням на передовую они отправили противодронное ружье. Подробнее о том, как такую посылку удалось собрать и дошла ли она до адресата, расскажем далее. В этих картонных коробках простые солдатские радости жизни. Банки с тушенкой, влажные салфетки, сухофрукты и много-много чего еще. Собирали посылки, что называется, всем миром. Кто приносил продукты, кто переводил деньги. Все это добро теперь уедет к бойцам в зону СВО. Люди откликнулись на призыв наших очаровательных женщин-руководительниц нашего центра, координаторов нашего центра. Солдаты запросили определенные вещи. Это газовые баллончики для портативных горелок и переносных туристических плит. Это электроды, это отрезные диски для болгарок. То, что было нужно, мы организовались. Общественный совет бросил клич, распространили эту информацию. Подключились к нам наши поэты-барды. Принесли, кто деньги переслал, кто съездил, сам закупил, передали мне. Главная же ценность груза для бойцов – вот это, на первый взгляд, футуристическое ружье. Пусть оружие это кажется взято из фантастического фильма, назначение у него до банального простоя – сажать и блокировать дроны. Ну или, как говорят солдаты, птичек. Мы собрали на антидроновое ружье, мы его приобрели в эту отправку, оно едет к ребятам. Мы очень рады, это очень такой большой сбор важный и очень переживали, что вдруг что-то как-то затянется. Но, к счастью, все получилось очень быстро. И ребят безумно рады, они уже тоже в курсе, что они получат. И, говорит, просто огромное спасибо всем. На антидроновое ружье собирали, что называется, всем миром. По словам волонтеров, пригодились даже скромные 50 рублей. Свою лепту внес практически каждый житель Кораблино. И ответная благодарность не заставила себя ждать. Хотим выразить благодарность за участие в сборе, за помощь, оказанную нам. Отдельное спасибо хотим выразить нашему молодому поколению, в частности студентам колледжа, которые помогают нам в этом нашем нелегком деле, помогают нашим волонтерам при погрузке посылок молодцы. Молодое поколение, мы вами гордимся. Центр своих не бросаем в Кораблино уже несколько лет. Волонтеры говорят, что местные жители приходят часто, помочь продуктами или рублем. А у бойцов запросы есть всегда. Например, электрический провод с сечением 2 на 2,5. Также нужны и расходники. Газовые баллоны, перчатки, электроды, диски на болгарку. Впрочем, центры по сбору гуманитарной помощи работают не только в городе Кораблино. Есть они и в Рязани. Волонтеры говорят, что примут любую помощь. В этом году ровно 10 лет как Крым в составе России. Рязанский музей путешественников решил почтить эту дату сразу двумя выставками. Фотографии Петра и Елены Черковых, а также картины Максимилиана Преснякова. Это работы прямиком с полуострова, которые авторы сделали в разные годы. Живые, яркие, завораживающие фотографии экспозиции Крым. Можжевеловые горы погружают в романтику русского юга. Изумрудно-лазоревое море с высоты птичьего полета. Местная флора и ночное небо, усыпанное миллионами звезд. Остаться равнодушным при одном лишь взгляде на эти снимки просто невозможно. Они были сделаны в 2021 году, в июне, когда мы как раз посетили мыс Айя Балаклавского района в Крыму. Поэтому буквально, когда я повесил все эти фотографии, я посчитал, мне было интересно, 54 снимка здесь. Но это лишь малая часть вообще того, что мы нафотографировали за те две недели, которые там были. А эта выставка называется «Воспоминания о Крыме». Живопись маслом, акварель, графика – всего 34 работы, которые художник сделал за несколько десятков лет. Конечно, картин гораздо больше. Здесь Максимилиан Пресняков собрал только самые лучшие, на его взгляд, работы с практически девственными ландшафтами, где почти не ступала нога туриста, объясняет художник. Судак, Феодосия, Керчь, окрестности Ялты. Автор знакомит зрителя с его личным восприятием красоты самого удивительного полуострова на Земле. В общем, еще много мест, где мне хотелось бы побывать, в принципе, как непосещенные, нерисованные. Но, тем не менее, здесь вот есть и Ялтинская Ейла, там, где, опять же, туристы меньше ходят. Вот, очень красивые места. То есть, этот обрыв, собственно, сам скальный к южному побережью, вот, а там по верхам очень интересные ландшафты. Длина Крымской береговой линии около тысячи километров, а омывается полуостров сразу двумя морями – Азовским и Черным. Интересно и то, что здесь уживаются сразу три природных и климатических зоны. В общем, туристические возможности нашего Крыма на самом деле безграничны, и объектив отражает лишь малую часть. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 12 по 17 февраля у входа в ТЦКУИЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова